Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем, с вами Экс-машину, а вот, а блин, нет, смотри, я думал там сидит язычник, а там оказывается сидит кочевник, только-только под кроссы. Поставил я эту отметочку на дополнительный квест, поставил, 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 а да, смотри, это он и есть, а почему он зелёный? На Хаммере главное такой, модный. Груз какой-то, чё у тебя там лежит? Горючка, две штуки. Эй, мужик! Кочевник. Ладно, муравей у нас тоже кочевник, мы давно хотели на того муравья напасть и с кочевниками поругаться, и поехали. Этот готов? Да-да, этот готов. Вы выполнили задание, во всяком случае его часть, тихо, спокойно, сам виноват, врезался, на 70 хп так-то врезался. Короче, по заданию от настоятельницы, дай-ка мне карту убить еретика, осталась одна штука, она находится где-то здесь возле заправки, поехали. Того еретика тоже грохнем, ну и потом, наверное, сразу уже в Морецию. Во-во-во, полегче. Нафиг, нафиг, я к этому не готов, не готов, я к этому не надо. Те ладно, они ж теперь не отстанут, наверное. Хотя наверняка, конечно, я могу от них уехать. Отстали? Ну, можно сказать, что и да, что и отстали. Да ладно. У него, главное, самонаводящаяся дрянь там установлена. Тихо, тихо. Хорошо, этот развалился. Давай, 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 давай. Хорошо. Замечательно, слабый Максим, а здесь у нас... А здесь у нас просто... Нихрена, а нет, хрена. Электроника, медленные вулканы, ПКТ. Электроника, 50 кусков привалило. Ну, правда, здесь пишут, что 15, но так вообще 50. Сейчас поживимся. Да идите вы нафиг, а. С горы там прыгают. Ну, где, где, где? Вот и где. Был. Окей, что-то какие-то очень слабенькие враги. Шмель спектр, во всяком случае, квестовые. И рабочее оборудование. Погоди, а почему у меня здесь еще одна доп.точка отмечена? А, это образцы были... О, нифига себе. Два в одном. Два в одном, это неплохо. Так, ну и я совсем рядом с Морицией, поехали. Поехали тогда в Морицу, а потом вернемся на юг. Ты задержался, привез вино. Да, бочки в машине. Хорошо, можешь ничего не рассказывать. Я и сам побаиваюсь этих монахов. Ладно, ближе к делу. Мы знаем, что среди нас есть предатели. Кто это? Действительно, кто бы это мог быть? Постанцы недовольные режимом. Они разлагают нашу экономику изнутри, как черви, потачивая кору дерева. Медленно убивают его, так и эти вредители могут ослабить нашу власть. Мы выяснили, где находится их лагерь. Постанцы не ожидают нападения, и ты легко с ними справишься. Твоя задача убить их всех. Убивать безоружных. А если я откажусь? Тогда мы поймем, что среди нас есть еще один предатель. Я выполню приказ. Да, вот уж действительно. Озадачили, так озадачили. Аэр эти. Ну ладно, ладно, ладно. Дай-ка я продам себе какую хрень. Ааа, 51 тысяча. Так, так. Блин, горючка здесь по 536. Ладно, пофиг. С баблом, если совсем где-то какой-то напряг будет, я действительно постою просто и пофармлю ботяр. Денег вон сейчас уже полмиллиона почти есть. Писали многие в комментариях на тему того, что можно же встать там в одной точке, постоять ботов, поотстреливать. Да можно, можно. Но просто сейчас все эти суммы, которые накапливаются, так сказать, по ходу пьесы, по мере выполнения квестов, нам их и так хватает. Поэтому я особо не запариваюсь на тему подъема бабла. А как только где-то с деньгами будет совсем напряг, вот тогда да, тогда я найду какой-нибудь спот с ботами и буду стоять их расстреливать. Забью полностью себе кузов и так повторять до отказа, просто до тех пор, пока не будет найдена новая, набрана точнее, необходимая сумма. Я съеду здесь, не убившись. Хотя здесь съезжать-то мне в принципе особо смысла нет, давайте лучше там попробуем. Вдвешники эти с горы спрыгивают только в путь, и причем никто даже от этого практически и не убивается. Я тоже так хочу, но у меня так не получится, поэтому мне надо нажать F5. О господи, о господи. Эй, камеру-то даже не опустить, не посмотреть. Так, спокойно, спокойно, спокойно! Минус 410 за один тычок, ну ладно. По крайней мере. Главное прикольно, упал на левый передний угол машина, и лобоуха вон именно с левой и потрескалась. Так, 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 так. Ну. Повстанец. Кто-то не знакомится, что тебе угодно. Я казню предателя дела Акселя. Мы никому не желаем зла, мы боремся за правое дело. Пощади у нас дома остались семьи. Семья. Я не убийца, просто жизнь такая. Бегите пока не поздно. Вот точно. Спасибо тебе, мы уйдем в Librium, но у меня есть ценные сведения, которые нужно срочно переправить руководству независимых городов. Мне больше нет места валом рассвете. Я теперь тоже беглец, садись и отвезу тебя. Ха, нормально. Вы провалили задание. Вот так-то. Не, ну правда, стрелять, идти по мирным, это фу. Это прям совсем фу. А если Моресия ко мне теперь, естественно, стала сразу враждебная, то есть к Акселю уже не подобраться получается и в нож ему спину не воткнуть, к сожалению. Ну и ладно. Поехали в монастырь. Сдадим монашкам квест, и потом уже на север вернемся к СНГсовцам. О-о-о-о, начинается. Так. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я же предупреждал. Добротно, добротно. А о чем ты предупреждал-то? Шмель, Максим, рабочее оборудование. Ну-ка, а там чего? Горючка и слон. Да, сойдет. Хотя тоже, все вот такие вот, которые у меня же семья и тому подобное заявляют. Так-так-так-так-так-так. И раз, и два. Нормально ворвался. Просто двоих сразу на раз. Медленный Максим, рабочее оборудование, горючее, фагот. Сойдет. 1027 прочности. Мне бы починиться так-то по-хорошему, но, в принципе, ко мне враждебная только Мореция. У всех остальных могу починиться. Хорошо, сейчас тогда заеду. Все. Слышь. А что это так это? Погоди, погоди, погоди. Я занят. Мне, я чиниться еду. Мне... Потому что надо вперед смотреть, когда ты едешь вперед. Ну, и где у меня было последнее сохранение? Показывай. А, сойдет. Нормально, не так далеко. Все, комрады, которые начинают, типа, у меня же семья, там, пощадью не убивай. Думаю, епта-тыра, а ты когда на войну-то шел, ты не мог тогда еще о своей семье подумать? Хотя многие, в принципе, идут на войну, так сказать, не по своему же желанию, правильно? А подневольное. Хочешь, не хочешь, пойдешь. Если барин скажет, так сказать. Вот хорошо было бы, если бы воевали только те, кто эти войны придумывает. Было бы идеально. Похоже, мы не одни. Да-да-да, похоже, вон там справа враги. Так, где этот знак, который меня убил? Замечательно, я его объехал. Ага. И столбик сбили. Ну, да и ладно. Главное, что я приехал сюда, и могу починиться. Че, прям так сразу? Только из города выехал, как это сразу напал. Напало на меня чудовище. Где ты? Где-то там под горой сидит. Это, наверное, те, которые на меня напали еще при въезде в город. Ладно, пускай они там сидят, а я дальше к монашкам. Ты уже выполнил поручение. Да, вот головы еретиков. Вот твоя награда. Благословляю тебя на дальнейшее свершение во имя нашей церкви. Да пребую с тобой удача. Ага, и с тобой сила. Так, 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 так. Ладно, ладно. Кстати, грешница Дария, погоди. Приветствую тебя, путник. Какие новости? Все в порядке? Ясно, понятно. Ладно. У грешницы Дарии все в порядке. Можем за нее только порадоваться. 750 монет, 1000 монет. Всего косарь монет. Мне даже бензин не окопится. Ой, эти там сидят еще под горой. Так и прутся за мной через полкарты. Ладно, пойдем, пойдем их простреливаем. Нам теперь на другую локацию. Да, дорога Librium показывает. То есть теперь возвращаться к СНГ-совцам. А если я вернусь туда, то что, они тоже будут злые? Навряд ли, конечно. Я же в конце концов помог им соплеменникам. Их соплеменникам. Точнее, сейчас. Правда, до этого я завалил несколько десятков их соплеменников. Но все же. А, говорили еще про какой-то ништяк на карте. На этой самой, на пляжу. Какой-то секрет. Свернулся еще раз, комменты почитал. На всякий случай пишут, что слева сверху есть где-то тайник. Надо доехать типа до берега, до пляжа, ехать направо. То есть где-то здесь, в этих квадратах, так-то выходит. Ну, отмориться и вон какая-то дорога заканчивается просто ничем. То есть явно здесь можно будет проехать, попробовать. Давайте попробуем. Доеду до туда сейчас. Покатаемся, поищем. Да и здесь, в принципе, я же он с этой горы съезжал, правильно? Прямо вот здесь, когда ехал на заправку. То есть, в принципе, мне ничего не мешает там покататься. Ну, поехали, поищем. Это еще откуда? Кто-то там сзади на меня напал, ладно. Кому надо, тот догонит. Я ж так полагаю, невзирая на то, что я сейчас поменял свою сюжетку, скажем так, мне же все равно дадут с Акселем подраться, правильно? Надеюсь, что да. Просто теперь я не буду к нему подкрадываться среди его подчиненных. Так, погоди, а тут за углом сразу умориться. Как я там проеду-то? Дай-ка я F5 нажму и посмотрим. Может, заодно обстреляем? Похоже, да, похоже, ты прав. Обстреляем эту Морецию. Получится у нас-то нет. Я-я-я-я-я-я-я-я-яй, прочность уходит. Ага, замечательно. Так, отъехал. А все, что ли? Вот только у меня у самого прочности косарь остался. Ну да, на этом, походу, дело все. Дымовая завеса? Что? Дымовая завеса? А зачем? Меня из виду потеряют или чего? Очень странная, очень сомнительная хрень. Ладно. Я не буду использовать дымовую завесу. Мне что-то подсказывает, что это такая же по полезности штука, как и, например, тот же минноукладчик. Надо просто аккуратно здесь вниз лезть. Странно, кстати, что из Мореца и только одна машина выпала. Мы прямо как Марио монеткой выбивал, а мы выбиваем машинки из городов. Помните, когда мы мост атаковали? Там эти бандиты лезли друг за другом просто нон-стоп. А здесь одна машинка жиденькая выехала, развалилась и все. Ну и ладно. Дорога какая-то нашлась. Причем дорога даже не отмеченная на карте. Вообще никак. Занятно. А, это не дорога. Хотя нет, это дорога. Я просто подумал, что там только огрызок и все. И больше этого огрызка дороги нигде не будет. Здорово, нормально, дела. ИПшники здесь катаются. Вон дорога опять. Тихо. Стой, дерево. Направа. Может здесь тайник? Нет, нифига. Вода есть, тайника нет. Ага. Ну, у меня, в принципе, есть еще куда залезть. Наверх-то, по карте. Или может по самому краю проехать. То, что слева вверху тайник мне сказали, но где конкретно-то не сказали. Так, дайте я просто нажму F5. Если там дальше ничего нет, то отгружусь назад. Серьезно. Какой-то проезд здесь все же есть. Но тайника нет по-прежнему вообще абсолютно никакого. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка. Может это и есть дорога к нему? Дорога с ништяками. Да, нет. Похоже, что... Машина каменного века. Прием. Ты опасная, нет? Судя по всему, она не опасная. Горючая и рабочая. Какая высокотехнологичная точила. Горючая опять рабочая оборудование. Горючий фагот. И стопы у нее светятся. Ну-то прям смотри, описаться можно. Рабочая горючка. Спектр и вулкан. Не, ну тоже сойдет так-то. А что это вообще? Это отсылка к чему-то или... Так просто разработчики поугарать решили. Две оси сзади. Главное, одна ось спереди. Она еще и едет куда-то. Вон, выхлоп. Да, машина так машина. Ладно. Божественный груз этой машины мы забрали. Я не знаю, что за идол. Но не исключено, что... Есть смысл периодически приезжать сюда на него молиться. Но сейчас мы этого делать не будем. Мы поедем в СНГ. Я смогу здесь подняться? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай, 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 давай. Да, хрен-то там. Даже нитро не помог. А здесь залез. Смотри-ка ты. А, ну только здесь прозрачная текстура. Че толку-то с того, что я залез? Возвращаться все равно придется по берегу. Давай, 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 давай. Не, нифига. Смерть бандитов! Да, бродяги вон три штуки. Тихо. Не надо, мужики, не надо. У меня не так-то много прочности сейчас. Ай-яй-яй, 44, 44. Да ну нахрен. Погорел. Ну ладно, у меня есть недавно сохранение. Просто все запчасти от меня в разные стороны полетели. Не, понятное дело, что если бы я сейчас взял БелАЗ, то это была бы машина покрепче наверняка, с улучшениями, там еще с резистами, со всеми делами. Эй, а где они? Они передумали, они уехали. Да, они передумали, они уехали. Вот, но так как у нас следующее, я точил уже, как пишут опять же в комментах, миротворец там будет вот буквально совсем-совсем скоро. Давайте копить бабло, наверное, на миротворца. Не хочу я на этом БелАЗе все шкатать, не хочу. Просто не хочу. А там купим сразу жирный такой миротворец, накопим мы нормально так бабла и сразу завешаем его со всех сторон, ну и пойдем выносить всю пустошь. Думаю, так будет нормально. Да, я желаю покинуть области, и также я желаю посмотреть, куда нас теперь поведет по квесту. И будут ли все города враждебные? Нет, смотри, они опять ко мне зеленые. Ну и хорошо. В принципе, действительно хорошо, поехали в эту Гильвецию. Еду, размышляю насчет этого тайника. Во-первых, спасибо, конечно, вам за подсказку, так враги где-то. Где? Хрен знает где. Во-первых, спасибо за подсказку, а во-вторых, там же сундуки эти лежали, если мне не показалось в виде пентаграммы вокруг этой каменной машины. Может, мы, я не знаю, какого-то демона вообще пытались призвать. Че бы и нет, мы вон. Там стреляет кто-то, да? Это звуки взрывов были. Да, это были звуки взрывов. Ну да, ну да ладно. Опа, тихо! Не надо! И справа нихрена себе! А че так внезапно-то? Алло! Вот это, блин, поворот! Просто не было никого. Только, блин, моргнул, они сразу нарисовались. И вот, кстати, это была та самая хрень, про которую, опять же, писали в комментах, что камеры вертеть, смотреть назад, враги будут респиться. Ну какого хрена они прям под колесами-то мне респятся? Да ладно. Я еще здесь. Я еще здесь. О боже. Зато у меня появился шанс отомстить вот этим вот нетопырем. И смотри, он еще и уворачивается. Ага, хорошо. А где третий? А третий, судя по всему, не приехал в этот раз. Главное, у города все защитные сооружения стоят раздраконенные. Мы ж тут все хреном разломали. Да, я заехал подчиниться, чтобы у меня было больше шансов уже доехать дальше по квесту. Ну вот, конечно, да, давай протарань ворота, увеличь мне стоимость ремонта. Что бы и нет-то? Денег-то много. 422 куска, кстати. Насколько сейчас выйдет вся эта продажа? ПКТ 345 всего. Оборудование 3500, горючка 1900. Между локациями еще мотаться ради того, чтобы где-то поднять цену на ресурсы и продать что-то подороже, это я точно не хочу. Это будет совсем еще много времени уходить. И тогда наши серии будут прям коротенькие и коротенькие. Навряд ли вы хотите, чтобы серии были прям коротенькие, правда? Дымовая завеса 454, да она бесполезна. Она бесполезна. Ну, может, она и не совсем бесполезна, но в сравнении с нитро, который я, кстати, забываю действительно использовать, пускай у меня лучше будет нитро. О, нихрена себе! Вот это прям вообще было внезапно сейчас. Вот это врезал, так врезал. Так, хорошо. Все, развалились? Да, развалились. Блин, музыка, главное, даже еще играет. Там не меняется музыка, типа на тебя там кто-то напал, либо еще что-то. Тебе просто в лицо прилетает огромный снаряд, несовместимый с своим лицом. И после этого ты понимаешь, что начался бой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, ящик улетел куда-то, видел, видел. Горючка, рабочее оборудование сойдет. Смотри, опять лезут. А-а-а, попал! Под снаряд попал! Блин! Блин! 148 хп! Ну на 140... Еще один, еще один сзади, где ты? Маленькая дрянь. Так хорошо, взорван. Все, никого больше. А вроде больше никого. 148 хп! Рапира, слабый фагот. Слабая ржавая рапира и Максим. Ну его нахрен. Не успел отъехать от города, как мне уже пора возвращаться, чтобы починиться. Не надо! Не надо! Нет-нет-нет-нет! Не надо! Я хочу сюда! Я вот, я починиться! Тыц-тыц-тыц! Ого, успел! 18 кусков! Ну, нитро, кстати, недорогая. Нитро вон всего на 60 вышло. 18! Воу-воу-воу, камера полегче. Выезжай отсюда. Слушай, серьезные там точилы вылезли так-то. Посмотри на них. Так, одна готова. Он с пулеметами. Но это не отменяет того факта, что он, по мне, ни разу даже и не попал. Ладно, пофигу. Дотянем уже все равно до миротворца. Не буду я тратиться ни на что другое. Ни на новые кабины, ни на кузова для этого. Там, погоди, еще-то обломки какие-то, да? Первое орудие! Пли! Ага, и второе орудие! Пли! Хорошо. Все. Пока я пытался понять, откуда они, зачем-то смотрел в первую очередь на миникарту, а не на это. Серьезно? Вот прям вот так, вот без прелюдий взял и один выпал. Вот это номер. Давайте сделаем вот так, почему бы и нет. Неизведанные земли. Неизведанные земли в этот раз. Здесь остается такая крепость. Неизведанные земли в этот раз. Неизведанные земли в этот раз. Неизведанные земли в этот раз. Он будет пойман. Он будет пойман. Но для этой операции понадобятся значительные военные силы. Мы это предусмотрели. К месту засады уже выдвинулись заградительные машины и боевая техника. Приятно работать с предусмотрительными людьми. Я не подведу вас. Нормально пообщались. Так, трапира. Трапира, уходи. Погоды по 1200. Оборудование по 3700. 8700 максим. Да, ценность низ. Здесь электроника 48800. 540 тысяч уже. Так, ладно, дайте я все это просто вот так продам. Не особо не рассматривать даже цены. Я вообще, знаете, что думаю? Давайте мы попробуем следующую сборку собрать. Возможно, с этими... С тремя дробояками. Ну, посмотрим. Во-первых, все будет зависеть от новой тачки. Где же ее нельзя еще взять, правильно? Не, здесь вообще только Урал. 58 тысяч. Вот так-то. Не особо-то бабосиков здесь и накопишь. Если между... Ёб твою душу, Машу. И где было у меня последнее сохранение? Ну-ка, ну-ка. Замечательно. В трех километрах от этого места. Вот вам, пожалуйста, еще один баг. Сенатор Шварц. Это, я так полагаю, как раз отсылка к мэру Шварценеггеру. Приветствую тебя, путник. Есть ли работа? Вражеские... За 413 монет. Ну ладно, хрен с тобой, давай. Так, жулик Инкс. Богатый транспорт почти без охраны последует на юг. Дело верное. С меня на водкости половина добыча. Зачем мне... А это хороший транспорт или плохой? Ну ладно, давай. Чё бы и нет. Короче. Сейчас мы будем пытаться этот проклятый город очередной покинуть. Чисто в теории сработает. Я ударился, я точно видел. Да, я ударился. 962 хп у меня осталось. Судя по всему, я обился даже не пушкой. Не знаю, чё там не помещалось, чё там не помещалось. Мне не нравится этот город. Невзирая на все свои размеры и внушительность, он меня убивает просто так, ни за что. Хотя, возможно, это карма за то, что я чуть не остался с Аэр. Так, здесь у нас транспорт, а здесь у нас генерал-бандитов. Ну что ж, хорошо. Как вангуют в комментах на этой тачке драться со всякими... О, лут. Вон там. Пойдем заберем. Драться со всякими базярами на такой тачке будет очень-очень тяжко. Не то чтобы на такой тачке, а на такой сложности. Ну, в общем-то, каково оно? Я думаю, мы с вами проверим. Не в Тифагот. Мы с вами проверим уже в следующей серии, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...